Всем привет, с вами Данил Бурмаков и добро пожаловать в новый обзор от Mumble Community. Сегодня мы с вами обсудим один из самых популярных дешевых телефонов Samsung, в общий на 2006 году, а как вы догадались из названия видео, речь пойдет про Samsung E250. Был момент, что я когда-то пилил про него обзор еще в далеком 2019 году, когда я был на YouTube, но я его считаю не объективным, в нем было очень много воды, поэтому я подумал то, что надо бы переснять эту тему и вы сейчас смотрите это видео. Чем он примечательен, за что его все так любят и какие в нем подводные камни, вы узнаете в этом видео. Начну с того, что на 2006 год этот телефон стоил всего 5490 рублей и за телефон для 2006 года это была просто мизерная сумма. В тот же момент за такие деньги можно было взять какой-нибудь Siemens, дешевую моноблочную Nokia или какой-нибудь Sajim. Ну а я не буду тянуть время, давайте же на него посмотрим. Что у нас по дизайну? По дизайну E250 это полная копия Samsung D900. Они фактически ничем не отличаются, разве что чертами. Одинаковая клавиатура, одинаковое расположение кнопок, из-за чего можно считать, что E250 это удешевленная версия Samsung D900. На D900, разумеется, можете уже спокойно найти обзорщик в ОМС, он существует. Ну а сам телефончик оформлен достаточно неплохо, стильно, модно для молодежи. Все как и надо. На лицевой стороне у нас навигационные клавиши, кнопка, кстати, очень красивая. Специальный выступ, чтобы вы могли спокойно и удобно выдвигать и развигать телефон. Переливающийся логотип Samsung. Небольшой дисплей на 128 на 160 точек, но мы придем к нему еще позже. И единственный динамик на весь телефон. На задней стороне у нас разве что такая крышка, под которым прячется аккумулятор. Вот такой. На левом ребре у нас качелька громкости и разъем под картой памяти. Он вроде их принимает до 2 гигабайт, не буду врать. А на правом разъем под зарядку. Сверху и снизу у нас ничего и нет. А под телефоном прячется вот такая вот цифровая клавиатура. Если не смотреть на то, что это копирка Samsung D900, выглядит вполне себе брутально. А также могу показать его расцветки. Вот они все на экране. Камера у нас здесь на 0,3 мегапикселя. Самая примитивная, самая простая для многих бюджетных самсунгов того времени. Снимает, ну, обычно снимает, как и многие самсунги. И по видеосъемке тут все как обычно. Ну а на экране вы видите фото и видео примеры телефона. Вот так снимает Samsung E250. Типичная камера для дешевых самсунгов того времени. Что еще у меня есть? Айфончик. Как красивенький. Идем куда-то дали. Ну а теперь давайте мы его с вами включим. Знакомая заставочка, не так ли? По интерфейсу Samsung мы особо пробегаться не будем, потому что он всем вам известен. И думаю, он во внимание не представляется. Дисплей у нас тут TFT на 65 тысяч цветов. Под углами искажается. Картинка сочная. И, в принципе, на таком экране жить можно. Встроенной памяти здесь всего лишь 10 мегабайт. Но эту проблему можно устранить с помощью карты памяти. Bluetooth здесь 2.0. Довольно шустрый. Работает нормально. Интернет тут WAP 2.0. Самый простой. Самый обычный для телефонов того времени. Ява. Машина здесь неплохая. Но что мне всегда не нравится в телефонах Samsung, так это то, что все игры придется скачивать через сам телефон. То бишь по Bluetooth вам перекинуть игрушку и поставить, у вас это не получится. Просто потому что это Samsung. Вы уж не обессудьте. Но аккумулятор здесь на 750 мАч. Мне его хватает на дня так 2-3. И для бюджетного Samsung того времени это достаточно неплохой результат. Что могу сказать в итоге. За 5392 рублей мы получаем достаточно неплохой девайс со стандартным функционалом обычного бюджетного телефона. Камера здесь самая примитивная. Клавиши нажимаются удобно. Да и в принципе это просто копия D900. Но в дешевом варианте. Да и в целом могу сказать, что E250 один из таких значимых телефонов для компании Samsung. Просто потому что он был достаточно популярный и очень даже хитовый в свое время. Потому что из-за своей цены он был доступный и он был фактически у каждого. И я хочу еще кстати подвинуть факт того, что E250 был настолько хитовый телефон, что в 2008 году компания выпустила обновленную версию E250 с новым интерфейсом и прошивкой E250i. От обычного E250 он ничем фактически не отличается, но просыпка стала более посвежая и более интересная. Его бы я вот тоже хотел себе в коллекцию, так что да. Ну а что говорить конкретно про сам E250? Аппарат удачный. Только мне не понравилось одно. То, что у телефона разные ревизии плат и шлейфов. Из-за чего если ваш E250 умрет шлейф, вы задолбаетесь его подбирать и лучше купить новый такой же. Я не понимаю зачем Samsung так сделал, за что в какой-то степени мне E250 не нравится. Именно в плане разборки. Но в остальном телефон вышел довольно классный. Ну а на этом я думаю все. Всем спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. С вами был Данил Бурмаков. Подписывайтесь на умцы в ВК, на YouTube и в Telegram. Особенно в Telegram вас всех ждем. Ставьте лайки под этим видео. Комментируйте, что думаете насчет этой модели. И нравится ли вам такой Samsung. Ну а на этом все. С вами был еще раз Данил Бурмаков. Всем удачи, всем пока.